Вернулись за парту родители омских школьников, сдали пробное ЕГЭ. Эксперимент проводили впервые. Как говорят в Министерстве образования, тестирование организовали для того, чтобы родители на себе испытали то, что предстоит пережить выпускникам. Моя коллега Светлана Елобнарова тоже сдала экзамен и выяснила, зачем проводить такой эксперимент, если взрослые не смогут прочувствовать тонкости процесса. Ведь их судьба от результатов не зависит. Черная гелевая ручка и паспорт, не шпаргалок и мобильных телефонов. Идем сдавать ЕГЭ по физике. Ход в экзаменационный зал строго по списку. У каждого участника персональное место. Моя дочь выпускница, поэтому я здесь. Она сдает русский язык. Я решила, будучи выпускницей филологического факультета, попробовать себя. Но в своих силах не уверена абсолютно. В этом лицее тестирование проходит 12 человек. Пять предметов на выбор. Русский язык, математика, физика, общество знания и биология. Задания раздают в запечатанных конвертах. Перед началом испытания организаторы зачитывают правила. Нельзя пользоваться смартфоном, забирать с собой черновики и выходить из кабинета без спроса. И объясняют, как верно оформить бланки ответов. Задание состоит из двух частей. В первой нужно решить задачу и написать правильный ответ. А во второй части расписать свое решение. То есть те формулы или теоремы, которыми пользовался. Задание определить скорость велосипедиста по графику. Из 31 задания я оселила первые пять. Вспомнила закон ОМО для участка цепи и еще пару начальных формул. Ответила на все, только не знаю, насколько правильно. Очень спокойно, не переживали абсолютно. Нормально все. На этом экзамене результаты тестирования никто не проверял. Участники забрали задание с собой. Целью акции была не проверка знаний. Родители должны были прочувствовать атмосферу экзамена и развеять страхи выпускников. Здесь, понимаете, самое главное, чтобы они видели, как заполняются бланки. Вот как отводятся. Что никто никого не торопит. Что дети спокойно заполняют все. Что дается время. И потом уже, когда они заполнили, уже идет отчет времени на решение. Впрочем, родители часто переживают больше самих школьников. Психологи утверждают, что тревога передается на подсознательном уровне. И взрослые, сами того не зная, вселяют в ребенка панику. Родителям очень важно, применяя свой опыт, донести до подростка то, что, ну да, задача. Есть такая задача, ты ее решишь, я в тебя верю. И передать собственное спокойствие. Светлана Еловнарова, Константин Демиденко и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.